Начинаем наше заседание диссерпционного совета, посвященное защите Ю.Джела Республики Корея, кандидатской диссерпцией на совескание учебных стихов и кандидатов физико-математических наук. Присутствуют все шесть членов ученого совета – Ильичев, Савинов, Лебедев, Наумов, Коноленко и Рогозин. Кору 5 человек. Мы предоставляем слово секретарю Станиславу Петровскому Елисееву для разрешения на вступительный таблиц. Соискатель кандидатской диссертации Рю Джел предоставил все необходимые документы. При них справка с проверкой на антиплагиат, заявление. Результаты кандидатских экзаменов по иностранному языку – хорошо, по истории, философии и науки – отлично, по оптике – отлично. Сам Рю Джел закончил Бауманский институт, бакалавратуру. Магистантуру проходил в МФПЕ на кафедре электрофизики. Аспиратуру в МФПЕ проходил и, соответственно, в 2018 году получил все справки с данных экзаменов. Поступило шесть заключений на диссертацию от всех членов диссертационного совета. Так, от Наумова Андрея Витальевича, доктора физико-математических наук, профессора РАН, сотрудника Института спектроскопии РАН, завестителя, директора и заведующего отделения спектроскопии конденсированных средств Института спектроскопии РАН. Поступило следующее заключение. Кратко зачитаю вопросы и общую характеристику диссертации. По вопросам. Хорошо известно, что параметры физиологических особенностей органов зрения отличаются у разных людей. Существует ли возможность учета индивидуальных технологических особенностей человека, использующих виртуальный дисплей? Как в работе виртуального дисплея могут быть учтены отклонения зрения от нормы? В растровой схеме с многими зеркалами одним из критериев важных параметров становится диаметр одного зеркала. В работе выбрано значение 2,5 мм. Однако остается неясно, каковы ограничения, накладываемые на этот параметр, как определить оптимальное его значение. Общая характеристика диссертации. Диссертационная работа посвящена развитию актуального прикладного направления оптики, связанного с построением систем виртуальных и дополнительной реальности. Приводится расчет так называемых виртуальных дисплеев, построенных на различных принципах с использованием воловодных систем, а также многозеркальной схемы. Работа носит ярко выраженный прикладной характер, фундаментальная физическая значимость полученных результатов весьма ограничена. Результаты представлены на конференциях, публикованных четырех работах в индексированных журналах, в том числе для Барусая. Следующее заключение от доктора физико-математических наук Александра Юрьевича. Заключение положительное. Вопрос следующий. Какая система, астровая или волноводная, будет обеспечивать лучшую цветопередачу изображения? Заключение от доктора физико-математических наук Рогозина Евгения Николаевича. Тоже общая характеристика диссертации положительная. Вопрос, имеет ли место дисторсии изображения в волноводной артической системе и в растровой артической системе? Лебдив Владимир Сергеевич, доктор физико-мат наук, заведующий отделением опыта Института Лебдива и заведующий актер квантовой радиофизики МФТ. Общая характеристика диссертации положительная. Среди вопросов можно выделить. Осветите, пожалуйста, кратко современное состояние исследований по теме диссертации в России и за рубежом. Какие научно-технологические группы и в каких странах являются лидерами в области разработки новых принципов и создания виртуальных дисплеев? Какой результат диссертации представляется лично вам наиболее важным в теоретическом и прикладном плане? Заключение доктора физико-математических наук Ильичева Николая Николаевича. Общая характеристика положительная. Вопрос. В настоящее время в мире достигнут определенный уровень производства? Висetu виртуальных фактических дисплеев или хвостах. Автору предлагается рассказать о том, какие вирусы виртуальных дисплеи в настоящей время производятся и продаются. Отзыв от доктора физико-математических наук Павла Васильевича, заведующего лабораторией кондерентной оптики и профессора кафедры оптики Московского государственного университета имени Ломоносова. Характеристика диссертации в целом положительная. Вопросы следующие. Диссертант часто использует термин «разработка», когда отписывает возможности улучшения параметров дисплея в целом и отдельных их элементов. Однако использование этого термина требует уточнения, поскольку часто под ним понимают предложения по новым принципам их работы, проведение численного моделирования, ОКР, изготовление и испытание образцов. Второе. Хотелось бы, чтобы в диссертации нашли освещение вопросы панкетного поиска. Третье. Работа Рюджел дополнительно выиграла бы, если бы в ней было более подробно и на современном уровне было осуществлено сопряжение особенностей работы дисплея с механизмом обработки оптической информации в корее головного мозга. В этом отношении весьма полезными могли бы оказаться сведения и, к сожалению, отсутствующей в списке литературы книги Вильчаковского «Когнитивная наука». Ну и общая характеристика Павла Жюкина. И последнее заключение от доктора физмат-наук профессора Арана. А, уже, уже... Засекает, да. Засекает, да. Скажется, всех засекал. Здравствуйте, уважаемые члены институционного совета. Здравствуйте, уважаемые члены институционного совета. Меня зовут Крючейл. Моя институционная работа называется «Молодовольниками оптической системы виртуальных дисплеев». Прежде чем представить непосредственно свою работу, я бы хотел рассказать обзор о виртуальных дисплеях. Образление виртуальных дисплеев — это оптическая система, которая формирует для зрителя мнимое увеличение изображения над расстоянием, соответствующим реальному расположению окружающих предметов, актуальности. Виртуальный дисплей позволяет создать питание изображений с большим точным 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 размером питания дисплея, снимает ограничения на размеры формируемого изображения, что в принципе невозможно для классических дисплеев. Такие возможности питания дисплеев и перспективы их использования привлекают внимание научное подразделение огромного количества высоких технологических компаний по всему миру, которые в последнее время активно ведут разработку различных видов питания дисплеев. Физические принципы создания и функционирования питания дисплеев не полностью идут. Эксперты прогнозируют, что следующее поколение носимого электронного устройства будет иметь в качестве основного дисплея. Слева слайда показан ряд компаний, которые активно ведут и разработку данной области. Справа слайда показаны коммерческие доступные продукты готовых дисплеев и дополнительных реальностей. Такие как Google Class – это осевая артистическая система, которая реализована с помощью светоделителя. Microsoft Full Lens – в ней осевая трехслойно-волноводная система. Метод 2 – дирекально-асферическая система. В питании дисплеев можно подразделить на две категории. Первая категория – обитание реальности. Это система, которая формирует и дает зрителей только обитание изображения. Вторая категория – это дополнение реальности. Эта система, которая позволяет видеть человеку одновременно и в виртуальном изображении, и окружающему следу. Моя дистанционная работа относится именно к второй категории – дополненной реальности. В виртуальном дисплее и дополненной реальности могут быть применены следующие области. Дисплей в любом условии, в любом месте, управление устройствами интернет-рещей, 3D-моделирование, медицина, промышленности, обучение, навигация и виртуальная бумага. Теперь я расскажу непосредственно о своей работе. О целях дистанционной работы. Разработка малоговоритных виниасевых и растровой оптической системы питания дисплеев, учитывающей физические особенности оптической системы вкладки человека. Для достижения данной цели поставлены следующие научно-технические задачи. Первая задача – установление связи между ключевыми параметрами, такие как поле зрения, зона видеобилитонного изображения, положение зоны видеобилитонного изображения, оптической системы питания дисплеев и физиологическими. особенностями эпсихистемы вкладки человека. Вторая задача. Исследование внеосевых апсетических элементов для обвода и вывода излучения в5-7 питание дисплея дополнительной реальности и выполняющих role BIM-комбайнера. Третье. Разработка апсетических систем позволит сложить внеосевых полноводных элементов и свой анализ истории, использование которых приводит к уменьшению габариттов и массы устройства в питании дисплея без потери качества получения условий ignor Ana. Четвертая задача. Определение физических ограничений параметров изобразлений, прояв製иваемых людей и дисиклейми, с учетом физиологических особенностей функционирования системы, класса человека. Проведен обзорный анализ. В результате обзора понял, что нигде не выявлено требования к оптическим системам питания, сведéeを учетом физиологических often, функционирования системы, человека. Мною это проведено. Затем на основе этого исследованы и разработаны подводные системы, а также растровые оптические системы инфекционной дисциплины. На данном слайде показана тенденция развития электронных устройств дисциплины. Анализ говорит, что с одной стороны, говорить о электронном устройстве постепенно уменьшается, а с другой стороны, соотношение размера дисциплина к размеру устройства постепенно увеличивается. Что дальше? Понятно, что статистическая электронная дисциплина техника не может создавать изображение разимера больше, чем самого устройства. Это ограничение может увеличить с помощью блютонии сплея. То есть сплей способен создать блютоние изображения в личном изображении. Созданичение размера устройства в дисплее к размеру устройства отмечено в коэффициенте МК. И график показанных коэффициенте МК зависит от поля зрения и положения прормируемого блютония изображения. Для сравнения отмечено место классических электронных устройств, которые не могут иметь коэффициенте МК больше единицы. Функциональная оптическая система, блютоний дисплей, представляет собой оптическая система, которая формирует мнимые увеличенные изображения. В данном случае человек может видеть только изображение дисплея. Чтобы человек видел окружающую среду через оптическую систему, можно использовать светоделители в качестве бин-комбайнера. Но в данном случае существует два физические момента. Первый момент. Чем больше поля зрения мы хотим передать человеку, где будет класс, тем больше размер светоделителя требуется использовать. Это неприемлемо для носимого миниатюрного устройства. Второй ключисти момент. Чем больше размер светоделителя мы используем, тем больше мертвая зона, что очень опасно использовать на улице. В настоящее время существует ряд способов формирования блютония изображения миниатюрной оптики. В частности, к выборным направлениям исследования моих относятся первые внеосевые оптические элементы бин-комбайнера с монологодом. Второе направление – растровая система. Выбраны эти направления два из-за возможности создания миниатюрной оптической системы. Рассмотрим первое направление. Бин-комбайнер используется для передачи изображений из проекционной системы к глазу. Принцип работы в монологодном системе таком. Проекционная система формирует увеличенные изображения бесконечности. Эти пучки заводятся через водящий элемент, волновод, и отклоняются. За счет этого отклонения, изучение пучки, испытывая полное внутреннее отражение, вдоль плановода распространяется вдоль водящего элемента. Действие также отклоняется в водящем элементе и вводится из стекла в воздух. Ключными элементами данной системы являются водящий элемент и водящий элемент, который фактически играет роль апература оптической системы. В качестве этих элементов можно использовать следующие варианты. Первая – одна наклонная поверхность, вторая – холографический оптический элемент, третья – дифракционный оптический элемент, четвертый – набор полупрозрачных зеркал. Фактически эти варианты придуманы, чтобы расширить поперечный размер водящего элемента. В своей работе исследованы первый – холографический оптический элемент, а также предложены новые типы водящего элемента, так называемые ступенчатые микрозеркальные структуры. Теперь рассмотрим второе направление. Распровая система. Распровая система широко известна и применялась для уменьшения продольного размера оптической системы. Анализы показывают, что исследователь, ученый проводит исследование, разработка двух направлений. Первое направление – это разработка нового базового элемента распровой системы. Второе направление – это разработка новой поверхности, пост полезности, где будут расположены базовые элементы распровой системы. Но, к сожалению, ни в одной работе не уявлено, не показано, не рассчитано критические моменты. Глава 2. Ученые-исследователи обращают внимание на улучшение следующих ключевых параметров для ритуальной системы. Это поле зрения, которое представляет разомеры ритуального видов возражения. Глобальное защитение, которое дает объем информации, который можно отображать в ритуальном печи. Зона видения ритуальногоiros Propanya Это пространство на области, где можно видеть ритуальное воспражение в поле зрения и требуемое качество. Положение зоны видения в результате возрождения – это расстояние от последнего повреждения оптической системы до зоны видения в результате возрождения. Также габариты и массы, еще прозрачности, потому что сквозь оптическую систему должен человек видеть окружающий среду. Как представлено на схеме в слайде, все эти ключевые параметры связаны, проще говоря, с размером оптической системы. То есть, чтобы улучшить эти параметры, необходимо увеличить апературу оптической системы. В отличие от других оптических систем, в данном дисплее поступает в качестве приема излучения сильно подвижный глаз. Соответственно, необходимо учесть особенности оптической системы глаза человека. Человеческий глаз имеет резко высокое разрешение с центральным полем зрения, порядка плюс-минус 2 градуса. А вне этого центрального поля зрения, точнее, резко падает. Соответственно, когда человек хочет видеть вне центрального поля зрения, автоматически глаз перемешается, вращается. Как видит на схеме, при вращении глаза перемещается в положение зрачка. Что это значит? Чем больше поля зрения мы хотим передать человеку, глазу, тем больше зоны видения в результате возрождения требуется формировать. Вновь проведено исследование минимального размера зоны видения в результате возрождения, в зависимости от поля зрения и размера зрачка. И в результате три типа зоны видения в результате возрождения, в зависимости от требуемой равномерности возрождения. В статьях все пишут, что поля зрения глаза находится в зоне видения в результате возрождения. Но исследование показало, что оптимальный поля зрения глаза не находится в зоне видения в результате возрождения, а находится ближе к системе, чем в зоне видения в результате возрождения. В ную проведено исследование оптимального ksi volunteers зависимости от поля зрения и размера зрачка, соответственно ли трех типов зоны видеонавтического изображения? Учетом выше раз изложенные особенностиlerini системы глаза установлена зависимость зоны видеонавтического изображения и минимальный размер апературы апературы системы для различных положений зоны видеонавтического изображения от поля зрения. По результатам этих исследований можно сказать, что многие схемы в публикации, которые обещают большой перспектив, являются неработоспособными. Третья голова. В третьей голова исследовано два типа оптических системы на основе полновода. Первый тип — это полноводная система с коллографическим оптическим элементом. Рассмотрим талантинский оптический элемент — это дифракционная решетка, изготовленная коллограммой. Рассмотрим на примере вывода излучения из среды воздух. При попадании излучения на решетку при определенном условии происходит дифракция в расширенном излучении и отраженном излучении. Полезенными дифракциями для вывода излучения в данном случае являются плюс первый порядок в расширенном излучении и нулевый порядок отраженных излучений. Другие порядки дифракции являются шумом для передачи изображения. Рассмотрим. При входе излучения в полновод отклоняется за счет дифракции минус первого порядка на решетке. Так как излучение отклонено, что здесь испытывает полное внутреннее отражение и до баллонвода распространяется. Здесь важно отметить, что излучения, депрагированные излучения после отражения противопоположения грани баллонвода не должны повторно попасть на решетку. При повторном попадании на решетку возможно возникать дополнительные порядки дифракций, которые фактически играют шумом. Для избежать ошумом обычно увеличивают толщину баллонвода. С другой стороны, на выходе излучения из баллонвода при увеличении толщины баллонвода увеличивается расстояние между точками возврата. При большом значении этого параметра глаз может не видеть этот лучок, что обычно уменьшает толщину баллонвода на выходе. Задача. Для входа нужна увеличить толщину баллонвода. Для выхода надо уменьшить баллонводы. Как это можно решать? Предложено использовать баллонвод с неравнимерной толщины. Для проверки возможности использования неравнимерной толщины баллонвода проведено математическое моделирование системы и выяснено, что это возможно. Затем оптимизированы параметры баллонвода системы и симулированы в программе DEMOX. Как видно, где источники источников преобразовываются параллельный ключок с полием зрения 14 градусов через объектив. Эти ключики завозятся в баллонвод после кифрации в холографическом элементе и распространяются до баллонвода и ввозятся после кифрации на выводящем элементе в полием зрения 14 градусов. После математического моделирования и симуляции изготовлены пакеты баллонводной системы. Баллонвод состоит из двух плоскопородлельных пластины, склеенных оптическим клеем. Затем на поверхности баллонвода изготовлен коллаборатический оптический элемент с периодом решетки 419 нм с помощью геликодуминимого лазера с ледяной волны с 342 нм. В результате изготовления изображения экспериментальным прототипом представлено внизу. И мы действительно видели поле зрения с 30 градусов, как мы рассчитали. Вторая часть и третья глава – баллонводная система со ступечной микрадиокальной структурой. Рассмотрим, например, классическую баллонводную систему с одной наклонной поверхности. В данном случае апература является вводящим элементом. Как я ранее говорил, чтобы улучшить параметры, включив их, такие как поле зрения, зоны видения, полотенца, зоны видения изображения, необходимо увеличить апературу в этих системах. То есть, в данном случае, чтобы увеличить апературу, необходимо увеличить точную баллонвода. Но это неприемлемо для носимого миниатурного устройства. Для решения данной проблемы предложим новый тип вводящего элемента, так называемый ступенчатой микрадиокальной структуры. Представляю внизу. Условно, ступенчатая микрадиокальная структура состоит из двух типов поверхностей. Первый тип – это наклоны поверхностей. При пополнении излучения на этой грани, излучение отклоняется и в уборстве из балловода в воздух. И второй тип поверхности – это параллельная плоскость к основанию балловода. При пополнении излучения на этой грани, излучение не отклоняется, а отрекально отражается и дальше распространяется до балловода. При исследовании большое внимание было уделено нахождению оптимальной соотношения этих двух типов поверхностей, а также самих значений для получения широких зон в виде питания изображения на большом расстоянии с высокой равномерностью изображения. В результате моделирования симуляции оптимизации построена модель в программе Lightful и получено увеличение вводящего элемента 2-3 раза, что позволило увеличить зону видения питания изображения до 9 мм на расстоянии 19 мм. Для наглядного сравнения представлена система справа. Закраниченные области зеленого света — это область, где можно видеть питание изображения в случае классических волновок. Оранжевый света — это область, где можно видеть питание изображения в случае применения ступичной экозиркальной функции, что существенно увеличена область введения. В результате исследования изготовлены прототип в дополнительной реальности в виде очков. Прототип состоит из трех частей. Первая часть — осветительная система с белым светодиодом. Вторая система — это проекционная система, которая формирует поле зрения 24 градуса в бесконечности изображения. Третья часть — это полноводная система. Полноводная система состоит также из двух частей. Первая часть — это основная часть волновода, через которую передаются виртуальные изображения. А вторая часть — это компенсаторы со ступичной экозиркальной структурой. После объединения с основной части волновода, волновод имеет формулу плоскопараллельной плащины, что излучение от внешней среды искажалось. Внизу представлено фото снятия через волновод со ступичной экозиркальной структуры и здесь — версия волновода. И видно, что излучение от внешней среды искажается. На данном слайде показано фото, снятое с формовой камеры смартфона в зоне видения виртуальных изображений. Естественно, мы видели споровое изображение в поле зрения формирующихся экозиркорапса по звуковым качествам. Четвертая голова — растровые оптические системы в данном дисплее. Растровые системы применяются для уменьшения продовольных говаритов оптических систем. Многие ученые компании заявляют, что разработали или разрабатывают оптическую систему дополнительной реальности в виде контактов линзы. Но к подобной системе существуют критические ограничения. Мною приведено возможности и ограничения при использовании растровых систем для дополнительной реальности очков. В качестве базового элемента использованы зеркала, потому что зеркала не носят хроматическую аберрацию. И в качестве источника света выбраны точный источник. И в своей работе предложены три схемы. Первая схема представляет собой базовый элемент зеркала. Перед каждым зеркалом находится один точный источник. Вторая схема представляет собой базовый элемент. Перед каждым базовым элементом находится не один точный источник, как в первой схеме, а несколько. Третья схема аналогична первой схеме. То есть один источник находится перед зеркалом, но размещен в контактной линзе. Первая схема — один точный источник с одним зеркалом. Учетом геометрических факторов и дефракции оценены физические пределы углового разрешения и составлялся 2-8 точек на аберрацию. Вторая схема. В второй схеме источник перед каждым зеркалом находится не один точный источник, а несколько. Соответственно, с каждого зеркала должно разрешать близко расположенный точный источник. Для критерия разрешения точных источников установлен контраст на уровне 0,3. С счетом этих контрастов рассчитан физический предел углового разрешения, которое составлялось 8,5 точек на градусах. Третья схема. Один точный источник с одним зеркалом в контактной линзе. Понятно, что самым привлекательным характером подобной системы является очень тонкая система. А с другой стороны, здесь важно отметить, что контакт линза вместе с глазом перемешается вместе. То есть, соответственно, здесь нет требования создания большой зоны видеопереджения, потому что власть не перемешается. В данном случае физический предел углового разрешения составляет 2,1 точка на градусах. Если вы не возражаете, для экономии времени я бы не зачитывал эти тексты. «Научная новизна», «Прочистое использование результатов», «Интересная значимость работы», «Экология методов исследований», потому что вы уже прочитали и написали исключения. Я прочитаю совершенное положение, потому что это самый важный момент. Всего 4 положения. Первое положение установлено в связи между имеющими и меняющимися положением глаза наблюдателя, биртуального изображения, срочеки аппетита системы, дисциплина и охраняя реальности, с параметрами аппетита системы. Так, для конкретного случая формирования поля зрения в 24 градуса требуется зона видеопереджения более 5 мм, на расстоянии от глаза до границы аппетита системы 27 мм. При этом размер аппетитуры аппетита системы должен быть больше, чем 12 мм, что значительно больше в случае неподвижного положения глаза. Второе положение. На основе разработанного варианта эколографического внеосевого пинкомбайнера оптимизированы характеристики директуальной оборудования реальности. Так, директуальные оборудования реальности, использующие волновод, неравненные толщины 4,8 мм, 0,7 мм, позволяют спормирувать зону виде директуальной оборудования с постоянной по поле яркости более 13 мм, на расстоянии 12 мм от волновода. При вводном пучке диаметра до 6 мм, что невозможно обеспечить волноводность системы равной толщины. Третье положение. Разработан внеосевый волноводный элемент, вступящая в микрозакционную структуру, для увеличения аппаратуры 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 системы, позволяющей увеличить поле зрения, зону виде диктурального напряжения и расстояния от аппараты системы до глаз без увеличения толщины волноводного к разуму Для поля зрения 24 кад Kathryn достигнута зона виде диктурного расправления в 7 мм при расстоянии от аппаратуры аппаратуры системы до глаз их 12 мм весь увеличение толщины волновода, то есть 1-3 раза, чем обеспечивает классическая однозеркальная схема. Четвертое положение. Определен физический предел углового разрешения 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 системы в результате реальности. В частности, при условии минимального контраста изображения 0.3 в 0.3 физические ограничения разрешения 3-3 вариантов разрешения системы составляют 1. Один точный источник одной зеркала. Максимальное угловое разрешение 3 пикселей на градусах. Вторая система. Несколько описаний на 1 изображающего теркала. В данном случае максимальное положение разрешения 8 пикселей на градусах. Третья система. Один точный источник одной зеркала, расположенный в контакте линзе. Максимальное угловое разрешение составляет 2 пикселей на градусах. Выбод. В дистанционной работе разработаны полноплотные и расстройки оптические системы для готовения зеркаля. У каждой системы существуют свои преимущества и недостатки. Полноплотные оптические системы позволяют существенно уменьшить кабариты устройства питания зеркалей, но ограничить поле зрения, которое можно передать через волновод. Причем конструкция, входящего в обладающего элементов, играет определенную роль при передаче гражданиного изображения. Б. Расстройка системы позволяет формировать гражданиного изображения с большим полем зрения, но возникают ограничения в глубоком разрешении и отмерзованном виде инфраструктального изображения. В связи с этим поглоботная система подходит для формирования Noahites abordения символов полем зрения, но высоким разрешением, а разрушая система для формирования большим полем зрения, но низким разрешениям. Таким образом, виртуальный дисплей с волноватыми системами целесообразно используют для получения изображения с высоким пространственным разрешением, тем, где требуется высокая детализация, к примеру, видео и рисунки. Виртуальный дисплей с растровыми системами целесообразно используют, применяясь для отображения текстовой информации, где не требуется высокое разрешение. Причем, обе системы позволяют создать передание изображения с размерами больше, чем характерные размеры самого устройства. Результат институционной работы привлековано с трех статьях. Из них три можно найти в базе Web of Science и один по списку ВАКа. А также доложено в пяти международных конференциях. Спасибо за внимание. Спасибо. Есть ли вопросы у присутствующих соискателей? Можно показать восьмой стваль? Я правильно понимаю, что вот это А, мне показалось, что красная лень – это ледничка. То, что соответствует обычному коэффициенту, это вот эта синяя. И еще шестнадцатый слайд. Смотрите, Вы используете в качестве волновода с переменной толщиной одну единственную ступеньку, да? А Вы оценивали такие вообще потери в яркости? Вот у Вас есть какое-то изображение или Вам это не важно? К сожалению, в данной работе не проведено исследование потери энергии. Но эффективность составлялась 0,7% от входа до выхода. А Вы не задумывались или, может быть, кто-то из ученых, которые работают в этой же области, нельзя придумать какое-то, по-моему, это называется диабетический ввод в тонкое волотно? Может быть, можно как-то завести без потери, потому что непрерывно уменьшает толщину ввода? Здесь придает изображение, а не энергии у света. Поэтому, если меняют параметры постепенно, то изображение искажается. А, то есть Вам важно не искать? Да. Можно еще один вопрос задать? Один вопросик можно еще задать? Можно. Вот 22-й, покажите слайд. Значит, вот я обратил внимание, что при формулировке задачи Вы обращаете внимание, что эту задачу Вы решаете с учетом особенностей оптической системы человеческого глаза. Вот я зачитал последнюю часть этого предложения. Так, какие особенности оптической системы человеческого глаза Вы учитываете? Да, в данной системе я учитывал диаметры глаза, минимальный размер, максимальный диаметр глаза. И также общая система должна находиться на достаточно большом расстоянии от глаза, потому что здесь не забудет смешать действие. Совсем грязь, как у кого здесь. Также... Ну хорошо, то есть речь шла о таких вот чисто внешних геометрических параметрах. Спасибо. А можно предыдущий слайд? Я правильно понимаю, что эта фотография как раз уже с Вашего устройства, которое Вы реально сделаны? Да. А Вы можете объяснить, почему... Ну, мне, как кажется, может быть, это из цветопередачи... Такое ощущение, что качество изображения очень плохое. Ну, потому что снято, во-первых, в... Ну, можно это сделать? Да. А камеры смартфона не особо различающие. Тут был еще фактор, я еще не высказал. Там была проблема, связанная с допуском изготовления. Это... Прототип изготовления не из стекла, из пластики. Питер. Ряд мышления в лесах. Там был такой номер. Ну, это Вы сами изготовили, да? Да. Надо срочно поменять смартфон. Подождите, а Вы сами своим глазом смотрели? Да. То есть там качество лучше, чем... То есть, если вернуть на те фотографии... Вот, изображение выглядит... То есть, это исключительно передача при фотографировании. Реально, когда Вы сможете... И даже допуск. А, не допуск. Если вопросов нет, то слово предоставляется научному руководителю Путинину Андрею Николаевичу. Обычным положением... По положению ВАК руководитель должен говорить не по существу диссертации, а о качествах соискателями. Хорошо, Вы говорите о качествах. На самом деле, я должен сказать, что в отзыве, который я излагал, там все изложено. И отношение к всему, что он сделал, и к чему он еще должен был сделать, но не успел. А я должен сказать, что Вилл отвечает целенаправленность. То есть, это поставленная задача, он к ней двигался, и это очень важно. Но поскольку он еще обладает, в общем, достаточно хорошими знаниями, и главное, они связаны. То есть, из разных областей знания он составил систему. Благодаря нашей системе воспитания специалистов, как Бауманки, он стал хорошим специалистом. То есть, он может теперь уже и ставить сам задачи, и двигаться к выполнению этой цели. Второе, он приобрел много положительных знаний, в частности, в отношении решетчных элементов связи, которыми я все время занимался в своей жизни. И в отношении технологии производства. Но самое главное, у него взгляд всегда критический и отталкивающийся от физических принципов. Я ему много схем предлагал, давай вот эту попробуем, давай вот эту. Он сначала говорит, да, да, потом уходим. Через некоторое время приходит и говорит, вот это вот плохо по такому-то принципу, это вот по другому. Критический взгляд очень важен для исследования. Поэтому что-то из тех исследований, которые мы проводили, мы просто не включали. И это характеризует, мне кажется, его положительно, потому что он, в общем-то, относится ответственно к тому, что он делает. Вот это его, как бы, личник. Ну, потом я должен сказать, что он носитель другого языка и, в общем-то, освоил не только разговорный, но и научный. Кроме того, он, конечно, и английский знает, и, соответственно, вопросы патентного поиска и литературы на иностранных языках, в том числе и корейском, очень полезно было для зоны. Потому что, на самом деле, Корея в этом смысле идет очень быстрыми темпами вперед. Количество университетов растет очень быстро и количество специалистов, которые наши кончают и уезжают потом в Корею, растет очень быстро. Ну, я вот в Корее лично встречал, ну, наверное, десяток специалистов-корейцев, которые качали наши институты и занимают там очень важное место. И, таким образом, как бы, наше классическое воспитание, физическое и техническое, оно к нему воплотилось уважительно, я считаю. Вот, может быть, вопросы ко мне могу рассказать по существу. А какие дальнейшие планы? Ну, к сожалению, ему в аржи идти. Это вот планы, они здесь или там? А, я, кстати, сегодня слышал про футболистов, о том, что если вы совершите научные или футбольные спектрические итоги, то они освобождают. Да, там какой-то медал, хотя бы третье место. Диссертация, наверное, справляется. Мы сейчас прямо зададим вопрос. Да, можете ему в этом смысле задать. Но, на самом деле, если у него будет потом возможность, я думаю, мы с него снова в время будем дальше работать. Потому что, на самом деле, еще и технологическая связь очень хорошая. Потому что идей у нас часто много, а воплотить мы часто и с ним можем. А можно еще один вопрос? Я не знаю, что вам написать из Кайпера. Вот вы в самом начале показали и Google Glass. Да. Вокруг этих устройств был большой ажиотаж. Но там много было новостей о том, что в американских хостерах уже обязательное требование, что медики заходят в палату, штрих-код. Google Glass сразу считывает историю болезни и популярность животных. Но потом это как-то все сошло на нет. Эти Google Glass не пошли в продажу. Почему все заглохло? Можно я расскажу? Мне интереснее, чем ему. Потому что, когда мы задумывали эту работу, тогда как раз был этот пик. Потом это все сошло на нет. Дело в том, что, посмотрите, что такое виртуальный дисплей. Вот если обычный дисплей у нас где-то лежит, то виртуальный дисплей у нас висит перед глазом. Соответственно, что самое главное? Безопасность для глаз. С этой точки зрения вот этого призматического... Кстати, схема-то не губовская. Это объемовская схема по темам. Но объем сам вообще даже не думал. Они сделали. Вот этот кубик перед глазом оказался очень травмонебезопасным. Это раз. И во-вторых, мертвая зона. Вот следующий слайд, пожалуйста. Где мертвая зона? Привет. Вот видите, здесь мертвая зона. Чем больше апертуру мы хотим построить, тем больше мертвая зона. Вот при таком способе. А поскольку это было всего 12-13 градусов, то можно было милиться примерно с шестью градусами мертвых зон. Но когда они попытались Google Glass 2 и 3 сделать на том же принципе, то у них мертвая зона оказалась там порядка 25 градусов. А это вообще никуда, это вообще уже безобразие. С этой точки зрения, вот как раз голографические и микрооптические элементы, они не осевые. Вот они как раз уводят мертвую зону вне зоны видения. А Google Glass остался вот первооткрывательным, кстати говоря. Это всегда нужно. Потому что кто-то должен был пробить. Они пробили, что называется, стенку, и в нее устремился Microsoft. Это уже волноводный инструмент. Очень хороший. Не изображающий. То есть это просто перископ. Если перевести это на классическую лопчику, это перископ. Он не изображающий. И в связи с этим там эффективность очень маленькая. Нужно думать об эффективности, нужно думать о продольном размере. И вот, собственно, это все базируется на нетрадиционных оптических элементах. Вот, собственно, нетрадиционность оптических элементов для этой области знания пока ключевое. Вот чем больше будет у инженера кубиков, тем красивее здание он выстроит. Пока что кубики в нолях Google Glass довольно угловаты. Но надо сказать, что вообще вот здесь вот скоро прорыв будет. Вот я вам так скажу, что здесь будет скоро прорыв. Потому что уже много как бы сделано такого, что и элементов накоплено, которые приведут ближайшее время к революции в области отображения. В какой части исследований, которые вошли в вашу диссертацию, вы, в общем, опережаете лучший зарубежный аналог, в какой части вы отстаете и, грубо говоря, исследования ваши идут параллельно и какие-то другие принципы используете? Вот как сделать сравнительный анализ того, что делается в мире? По сравнению с вашей работой. То, что представлено в моей диссертации, это не самые последние результаты. Помимо этого, еще другие работают. Мы сейчас делаем о диссертации. В данной схеме, да. Некоторые антистерские лучше, чем хуже существенные впечатления, некоторые хуже. Например... Немножко более конкретно. Да. В данной схеме ключевые параметры поле зрения, да, я сказал, там зоны видения и плитой изображения, и положение зоны видения и плитой изображения. Размеры тоже изображения. Да. В поле зрения здесь находится. В поле зрения, по сравнению с аналоговыми продуктами, здесь проигрывает. В поле зрения, в данном случае, 14 градусов. Отвечая до этого, например, полу-лайнс в Microsoft, у него 30 градусов. Это хуже. Лучше, что можно заводить волновод в больших случаях изображения. В этом випервой. Например, в данном случае, в этом случае, здесь один волновод. Через один волновод можно передать три цвета. В довольно большом поле зрения. По сравнению с Microsoft полу-лайнс, у него отличие от этого три волновода. Каждый волновод заводит в соответствующий цвет. Там красный придается через один волновод, зеленый через другой волновод, синий цвет волновод, что это намного проще и дешевле изготовить. Я ответил? Хорошо, спасибо. А мы те вопросы, которые задавали в отзывах, еще как-то будем обсуждать? Да. Ну, надо на них, конечно, предоточиться, потом уже будут обсуждать. Ну, фактически, вот сейчас. То есть, по процедуре... Да. Вот-вот-вот сейчас. Оппонент, резидент... А, ну, еще будут отзывы от ведущей организации, два внешних отзыва и отзыв от организации, где про велосипробации. Ну, давайте сначала вот ответить на те вопросы, которые мы уже поставили в членском совете. Да. Я подготовил ответ на все вопросы. Если не возражаете, я буду это читать. Ну, объем большой. Ну, вы, если что, знаете, не все понятно читайте, а наиболее важные вещи. Да. Я начинаю отвечать на вопрос председателя Рокотина Евгения Николаевича. Имеет ли место дисториция изображения полноводной оптической системы и раскрыла оптической системы? В случае полноводной и эколографической оптической системы есть два аспекта. Первый. При идеальной параллельной поверхности основания полновода, где происходит полный внутренний направление, не возникает дисториция, так как полновод не имеет оптическую силу. Второй. Каллографические, вводные и вводные оптические элементы могут выносить некоторые подобные дисторсии. Поскольку для угла этой фракции важен проекция падающего луча над плоскостью вектором решетки. И при несопадении плоскости падения с вектором решетки возникают искажения. Но они больше похожи на анаморфо-искажения, то есть разномасштабности в вертикальном и хоризонтальном направлении. В работе рассматривались каллографические оптические элементы рабочими углами до плюс-минус 7 градусов. И величина дисторсии суммарной каллограмм и полновода была незначительной. Но дисторсия проекционной системы может быть гораздо больше заметна для некомпенсированных объективов. В случае растровой оптической системы имеет место дисторсии в отдельных базовых элементах растровой оптической системы. Так как базовые элементы имеют оптическую силу и возможно внести дисторсии в изображение. В своей работе я старался держать уровень дисторсии меньше 0,1%. Это было не трудно достичь, так как угол обзора каждого базового элемента растров является небольшим, не больше 10 градусов. По поводу дисторсии. Необходимо здесь отметить, что на следующее время оптические системы телевизуализации, работающие совместно с правовыми диплеями, хорошо компенсируют дисторсию путем искажения входного отображения. Допустим, линза носит дисторсию в такой характер. Если дисплей отображает такой, то можно компенсировать дисторсию. Спасибо. Даю просьбу покомпактнее отвечать на вопросы, так как обычно это произведение цитации бывает. Слишком развернутое даете, у вас в письменной написанке. Ответить на вопрос Леведева-Владимировский... Вы мне в каком смысле уже ответили? Пускай. Ответить на вопросы Ильичева-Николая Николаевича. В настоящее время в мире достигнут определенный уровень производства в дисплей. Автору предлагается рассказать о том, какие бютуальные дисплеи в настоящее время производятся и продаются. Вы уже сказали. Это был в докладе. Да. Есть, соответственно, вопрос Хараленко-Павла Васильевича. Диссертант сейчас использует термин «разработка», когда описывает возможность улучшения параметров дисплея и селом отдельных их элементов. Однако использование такого термин требует уточнения, поскольку часто под ним понимается предложение по новым принципам их работы в приведение численного поделирования в УКР, изготовление и испытание по образованию. Совершенно верно. Термин «разработка» многокранен. Я прошу прощения, я Вас перебил, поскольку я как раз этот вопрос и суммулировал. Вы, вообще говоря, в своем докладе здесь несли некие коррективы, и ясно, что Вы занимались разработкой с точки зрения внесения новых каких-то идеологических положений. Тут есть элементы ОКР и испытания один из узлов привели. Так что переходите к следующему вопросу. Хотелось бы, чтобы в диссертации начали освещение опроса автотехного поиска. Патентного поиска? Да. Какой-то документ у Вас есть о том, что Вы привели патентный поиск, который показал тот, тот, тот? К сожалению, я диссертацию в прямом виде не включил, но в собственном виде я это описал, когда рассматривал, изучал обзорный анализ. И потому что все продукты, которые на рынке появляются и появились, они без патента не появляются. Соответственно, я проводил, когда изучал продукты, какие-то есть. То есть, про такую работу я проводил, но диссертацию Вы решили? Ну да. Все. Дальше там. Дальше третье. Здесь вопрос по поводу литературы в лечении «Когнитивная наука». Спасибо за предложение. Я буду это читать и буду включать в дальнейшую работу. Все. Ну, надо сейчас уже это разворачивать. А, нет, правильно. Вот. Значит, я потом, может быть, в комментариях два слова об одном еще скажу, а сейчас давайте нам следующее замечание. Теперь ответим на вопрос нового Андрея Витальевича. Хорошо известно, что параметры органов зрения отличаются от органов зрения. Существует ли ли подможник учета индивидуальных физиологических особенностей человека, использующего в тайных дисплеях? Когда работают в тайных дисплеях, могут быть впечатлены отклонения зрения от нормы? Если коротко ответить, там есть особенность зрения и расстояние между глазами, кажется, человека разного. Исправить зрение очень легко. Перед этой дисплеем просто положить, грубо говоря, линзу, как очки. Таким образом можно решать. Второй момент. Можно решать механические регулировки оптики. Чтобы подстраиваться к индивидуальному, ну, расстоянию от индивидуального дисплея. Ну, кажется, нет. Следите? Ну да. Я-то больше имел в виду, что, ну, например, если разная чувствительность у палочек и колобочек, когда вы вращаете глазом, может быть, разное разрешение, у кого-то разное. Ну, вот, допустим, вот человек в очках. Он ваш, как правило, дисплей просто поверх очков набивает? Или все-таки уже нужно в конструкцию вносить какие-то изменения? Вопрос. Каким образом эта проблема решается? Или можно подстроить что-то? Каким образом? Каким образом, это можно регулировать настройки, во-первых, яркость. И также яркость можно регулировать с помощью покрытия, которое меняется в пропускании в зависимости от освещения внешнего света. Ну, как солнечные очки. Ну, конструкция, да, необходима мы сюда. Давайте дальше. Второй вопрос. Раз, в системе много зеркалами одним из критерий важных параметров становится от ярко одного зеркала D. В работе выбрано значение 2,5 мм, однако остается явным, каковы ограничения, накладываемые на этот параметр. Как определить оптимальное его значение? Установлены диаметры зеркалами 2,5 мм в связи с тем, что диаметры базового элемента 1,5 мм должен быть сопоставимы с размером срочка глаза. Так как, чем меньше диаметры базового элемента, тем меньше размеры срочка оптической системы. И еще важно отметить, что если принимаем размеры базового элемента большой, то при одинаковом фокусе, относительное отверстие увеличивается, соответственно, усложняется оптическая система. И растет точность игрокодавления, и к тому же аппарат система увеличивается. Высозя из этого выбран оптимальный параметр, на мой взгляд, 2,5 мм. Это вообще какая-то физическая величина? Почему, например, не один элемент? Или не четыре? Потому что тогда становится аппаратура оптики слишком маленькой, что при обращении класса там прикладет. Тем не менее, мы же в физике, если вы ищете какое-то экстремум, что-то с чем-то сравниваете, находите пересечение линий в зависимости одного от другого. Почему именно в этой точке все сошлось? Вам так показалось? Или все-таки есть какие-то зависимости от параметров? Да, я вот как-то, излагая на основе смеры диаметра зрачка, я отписал свои какие-то подробности с графиками. Таким именно, кто выбрал эти основные теми. И потом покажем, как это сделать. Ответить на третий вопрос и замечание. Замечание было... Результаты опубликованы в эти трех децензируемых дизайне. Импакт-фактор был низкий. И вот. Это не совсем замечание, это комментарий. Кроме того, я увидел вот сейчас, я думаю, больше, чем два. У нас три диаметра этого ответа. Не два, а три. И, если ответить по поводу этого, работают доклады и опубликовались издания без отбора по импакт-факторам. Это, конечно, ухудшение, хотя квадроэлектроника – один из лучших уважаемых фирмалов по квадроэлектронике и оптике в мире. Но будет случиться в будущем. Наши ссылки, первые издания. Так, ответить на вопрос Сергея Юрьевича Савинова. Какая система будет обеспечивать лучшую светопередачу изображения? Светопередача – это параметр, показывающий, насколько близко оптическая система передана определенный заранее, определенный свет заранее к глазу зрителя. Для коллокомптическо-оптических систем светопередача является проблемой, ввиду огромной хроматической дисторсии волноводных килограммов. Поэтому в коллокомптическо-волноводной системе ширина спектра из точки излучения может быть небольшой. Латери и скетодиоды с узкоколосными интерферационными фильтрами имеют не больше 3 мм. В волноводной системах применяется компенсация хроматизма парными коллокомптическими элементами или сама согласованная схема воспроизведения. Поэтому можно компенсировать. Но не всё, но частично. Растерская система может быть и имеет лучшую светопередачу, но для её работают нужные пространственно-временной бурляторы света с исключительно высоким разрешением – кисель до 3 мм. Поэтому пока затруднитесь и на ответ к категории птических. Я ответил на все вопросы членов совета. И у меня есть ответы на… Ну, сейчас… Сейчас надо, соответственно, отметить отзывы организации, где проводилась апробация. Это Московский Витко-Технический институт, заседание кафедры электрофизики. Отзыв… Я не буду весь отзыв зачитывать. Отмечу, что основные научные результаты диссертационной работы по отзыву… Следующее. Впервые аналитически установлена связь между ключевыми параметрами виртуальных дисплеев, с учетом физической особенности аптитика и системы глаз в человеком. Впервые предложен вне осевой билкомбайнер на основе волновода неравномерной толщины для передачи изображения, позволяющего существенно уменьшить габариты виртуальных дисплеев. Впервые предложена оптический элемент ступенчатая микрозеркальная структура, позволяющая более чем вдвое увеличить температуру оптической системы и тем самым улучшить ключевые параметры виртуальных дисплеев. Впервые предложена методика оценки максимального углового разрешения растров типических систем, позволяющая понять физические ограничения на использование оптического растров для виртуальных дисплеев. Основные результаты предъявлены в четырех статьях и рецензированных в научных журналах, индексированных базами ВАР и ВАР и доложены на цепи конференциях. Диссертация соответствует специальности 01.04.05 оптика. Диссертация малогабаритной архитической системы виртуальных дисплеев Рюджела рекомендуется в защитительное срискание учености от некогда по физико-физикам. Апробация проведена на заправе кафтера электрофизики. Положительное заключение принято единогласно. Присутствовало 12 человек. Воздержавшихся и противствовавших против не было. Я зачитаю сразу отзыв ведущей организации. Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-технический центр уникального прибораторного строения. Отображена актуальность телодиссертационной работы. Научная новизна исследования. Достоверность. Имеются следующие замечания. По тексту диссертации возникает ряд вопросов. В частности, некоторые аббревиатуры ЗВВИ, ВД, широкого распространения не имеют. Этот термин ВД автором часто заменяется англоязычным HMD без четкого объяснения. В разделе 3.2 ограничение поля зрения приводится результат исследования влияния непараллельности поверхности волноводной системы на искажения при передаче изображения через волновод. Но рассматривается только один, и может быть не самый критический случай, изменение толщины волноводов до направления распространения света. На самом деле, гораздо более критичный случай перпендикулярной приновидности более важен, по нашему мнению, и выводы по этому разделу очень схематичны. Второе замечание. При исследовании дифракции на ступенчатой микрозеркальной структуре рассматривается дифракция плоской волны на прямоугольном отверстии. И дифракция на профиле дифракционной решетки. Это справедливо при использовании кодиератных источников света. Однако в исследованных дисплеях используются некодиератные источники. Третье замечание. В разделе 3.2.5 переводится протестик виртуального дисплея со ступенчатой микрозеркальной структурой и виртуальные изображения. Однако в диссертации отсутствуют данные о контрасте полученных изображений. Замечание 4. При исследовании растровой системы отсутствуют экспериментальные исследования. Нужно было бы провести сравнение с уровнем достигнутых другими исследователями. Пятое. Присутствуют некоторые опечатки и неточности. Эти замечания носят некритический характер и не влияют на общее положительное впечатление от диссертационной работы. В заключении указано, что диссертация посвящена весьма актуальным проблемам современной прикладной оптики. В ней получено несколько новых результатов, представляющих практический интерес. И дана положительная оценка. Кроме этого, имеется два внешних отзыва на диссертацию. Один отзыв от Крайского Александра Владиславовича, кандидата физико-математических наук, старшего научного сотрудника физической института ремьер-дела. На диссертацию или на автореферат диссертации? На диссертацию. Вот так. Это то, что оппонент. Здесь сейчас уже нет оппонента. Есть только несколько внешних отзывов производных людей. Но они обязательно. Да нет. Это как обычный отзыв. Мы работаем по оппонентам. Такая прозаическая процедура, как рассылка авторефератов, сейчас введена на ноль. Не нужно это делать. Да. Заблаговременно, за определенные времена той защиты, вывешиваете на сайт. Да, и все. А рассылку, подкалываете... Вообще все документы отставили на диссертацию. Вывешиваете на сайт. Все. Ответ на... Я получу на две вопросы. Так. В целом дана положительный отзыв. Зачитаю. Основные результаты и положительные стороны исследования. В диссертации сформулированы четыре основных результата. Но здесь я бы обучил три. По направлениям. Получены аналитические соотношения между апертурой и ключевым параметром оптической системы виртуальных дисплеев. Учитывающие движения глаза человека. Разработано два новых неосевых угла. Сведение световых кучков. Для использования схемы с геометрическим элементом на основе волновода. Неравномерной толщины и оптический элемент. Купенчатая микрозеркальная структура. Позволяющая улучшить некоторые параметры виртуальных дисплеев. Толщина волновода. Угловая апертура виртуального изображения. И технологичность изготовления основных элементов. Приложена и опробирована методика оценки максимального углового разрешения. Островых оптических систем виртуальных дисплеев. Недостатки исследования. К недостаткам по существу исследования можно отнести некоторую ограниченность. В исследовании влияние движения глаза наблюдателя на параметры виртуального дисплея. Связано с изменением апертура самого глаза от яркости изображения. Формируемого и насечатки глаза. В описании растровых систем не вполне четко сформулированы физические параметры самих растров. И примеры тех технологий из уровня исследований в этой области. К некоторым недостаткам технического плана я бы отнес некоторые грехи подачи материала. На мой взгляд надо было подробнее и более четко объяснять основополагающие моменты. Вкратце, имеются некоторые замечания по подписям в рисунках и некоторые другие замечания по оформлению. В частности, также отмечено большое количество аббревиатур и не совсем аббревиатур, которые не применяются. Также в заключении можно выявить, что касается существа работы, то она производит очень хорошее впечатление. И вполне может быть предоставлено как десертония для защиты на соискании степени кандидата физико-математических наук. И второй подзыв. Родин Владислав Геннадьевич, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник федерального государственного образовательного учреждения МИФИ. Тоже дан положительный отзыв. В середине недостатков следует отметить, что в работе, при моделировании работы и оценки характеристик дисплеев, не учитывались погрешности при передаче изображений, которые могут возникнуть из-за различных неточностей к изготовлению структур ввода-вывода излучения. Несмотря на достаточно четкое изложение текста, многие подписки с рисунком часто не позволяют правильно понять, что на них изображено. Также присутствуют некоторые опечатки. В авторитекторате часто используется прогнозычный термин BIM-комбайнер, который, на мой взгляд, не является учредителем в русском языке. В тексте диссертации этот термин почти не встречается. И, в целом, ситуация администрационная работа RU-GM соответствует требованиям положения о присуждении ученой степени когда-то наук в РУ-ФИТЕЛЕ. Да, сейчас дается время ответить на данные замечания. Я хочу ответить сначала на вопросы от ведущей организации. По поводу... там был вопрос, связанный с аббревиатурой, особенно HMD, англо-эдди-кини. В ходе доклада под ведущей организацией упомянул термин HMD. Но по самой диссертации я употреблял только один раз. И когда надо было упомянуть опубликованных работах с другими авторами. На второй вопрос ответить. Вопрос был связан с критическим случаем ненавидности. В моей работе показано было хреновидности пудового вода. Но там вопрос был, почему нет предупрекулярных хреновидностей. На самом деле, наши эксперименты мы проводили и видели, изучали эти хреновидности, но саму тестацию не включил. В дальнейшей работе буду учитывать все виды хреновидностей. Ответим на третий вопрос. Вопрос был... Источник света некогретный. То есть белый светодиод. А почему я рассчитывал сифрацию при отражении микрозеркальной структуры? Ответ. Исследование проведено для универсальности. То есть в качестве источника излучения может быть конгретный источник излучения и некогретный источник излучения. Но для конгретного источника света все атефакты гораздо более заметны. Поэтому если изучены и минимизированы особенности микрозеркальной структуры на конгретном свете, то в некогретном свете они будут ведомо меньше. Четвертый вопрос. Отсутствие информации контраста. Да, данные не проводятся. Эти данные требуют повторной верификации. Потому что первые моменты на фототипе точно не были неизменны. Буду учитывать дальнейшей работе. Пятый вопрос. В сравнении с уровня достигнутыми другими исследователями. Я, наверное, уже ответил в вопросе члена совета. Поэтому пропускаю. Замечание связано с отчеткой и неточной формировкой и так далее. Исправлено по замечанию ведущей организации. Теперь позволите ответить на вопросы от внешнего отзыва. Сначала отвечаю на отзыв Крайского Александра Владиславовича. Вопрос был о ограниченности исследования и влиянии движения глаза наблюдателя на параметры. То есть фиртуального изображения. Связанное соединение амбитуры самого глаза от яркого изображения. Проверимого на осуществление глаза. Описание растровой системы не вполне четко скручивается и параметры самих растров. И пример таких технологий и условий исследования в этой области. Согласен с ограниченностью. Исследование влияния яркость соображения на изменение амбитуры. Это очень сложная задача ввиду очень большой и линейной яркости характеристик глаза. Вопрос был связан с отпечаткой и обозначением. Согласен, я исправил по замечанию. Вопрос связан с аббревиатурой. В результате в его понятие виртуальный дисплей, которое содержит в себе дисплей виртуальной реальности и дисплей табонной реальности. И также это уже другие виртуальные оборудования. Твердый вопрос. Не вполне понятно, что понимается под идеально долгой амбитской системой. Это понятие геометрической оптики. Это означает, что два главные плоскости амбитской системы совпадают. И предполагается, что нет операции и их практики. Ответить на вопрос «Родина Владислава Кеннадьевича». Первый вопрос был. Не учтена погрешенность при предателе упражнений из-за различных неточностей при заготовлении абсциссических элементов. Согласен. Честительно сделана попытка это учесть в учете виновитность пологода. Вопрос был опечатки. Исправлено. Вопрос был. Вопрос был термин «бинкомбайнер». Ненайденный подходящий термин на русском языке. Поэтому употреблял англологичные варианты «бинкомбайнер». Всё. Спасибо. Теперь каждый присутствующий может задать вопрос. Выступить. Но я хочу сказать вам всегда два слова. В одной из книг Карниги есть слова «Используйте принцип наглядности для доказательства своей правоты». Делая научный доклад на семинаре отделения оптики в Фиане, «Используйся» принёс работающий монохроматический волноводный дисплей. И все присутствующие могли заглядывать и оценить большое поле зрения. Я думаю, приду. Это то, что я хотел сказать. А почему оно хроматическое? Просто записано для ответственного волноводного дисплей. Хотели показать принципы авторомоводной системы. Можно сейчас порядка дискуссии? Если сейчас у нас эта фаза наступила, значит, высказаться тут понятного вопроса. Можно? Да, конечно. Уважаемые коллеги, я сегодня здесь представляю кафедру оптики физического факультета МГУ. И нам, как учебному подразделению, часто приходится и на заседаниях кафедры, и на научных семинарах рассматривать материалы кандидатских диссертаций, которые выполнены и на кафедре, и в других подразделениях Московского университета, а также в других организациях. Вот на что я при этом обратил внимание. Все время уменьшается количество диссертационных работ, где классические методы, подходы, базирующиеся в частности на генетераптических представлениях, сочетаются уже с современными методами исследования, с современной интерпретацией получающихся экспериментальных данных. Как-то молодежь теряет интерес к такого рода классике. И вот когда я познакомился с работой соискателей, я понял, что здесь как раз проявляется это довольно редкое по нынешним временам сочетание классических подходов и современной интерпретации тех физических эффектов, которые раньше как-то вообще выпадали из нашего рассмотрения. Это очень неблагодарная работа провести анализ хода лучей в этих системах, корректно все оценить и так далее. Здесь надо обладать и надлежащими навыками, и надлежащим терпением. И в этом смысле я хотел бы эту работу выделить и считать, что если уж считать, что кандидатские диссертации это квалификационные работы, то здесь вообще у меня нет никаких сомнений в отношении квалификации нашего докладчика. И тем не менее, значит, некие замечания, которые, так сказать, может быть, ближе к пожеланиям. Вот, значит, ценность этой работы стоит в том, что здесь проведена такая многопариметрическая оптимизация тех процессов, которые определяют эффективность работы виртуальных дисплеев. Вот я не случайно, когда формулировал заключение свое, сказал, что если уж оптимизировать все это дело, то нужно обязательно включить элементы, которые связаны с протеканием когнитивных процессов. Вот в коре головного мозга, где уже производится окончательная обработка оптической информации, вы увеличиваете угол зрения, значит, увеличивается пространственный диапазон, увеличивается диапазон пространственных частот. А раз так, то вот эти фурье-процессоры, которые располагаются в коре головного мозга каждого из нас, они уже будут по-другому работать, они вынуждены работать в другом режиме, не в том режиме, как вот создала матушка природа, а уже как-то, значит, подстраиваться под некую новую такую физическую сущность. Вы правильно ответили на мой вопрос, что, так сказать, еще надо будет в дальнейшем в этом отношении поработать и требовать от вас, чтобы здесь у вас все точки над «и» были расставлены. Это, наверное, было бы неправильно, но хотя бы обозначить вот эти проблемы нужно было бы. И совсем, значит, такой, может быть, отчасти второстепенный вопрос, второстепенные замечания. Вы, ну, видимо, тут никто вам не подсказал, неправильно сформулировали защищаемые положения. Значит, по существу все правильно, но по форме неверно. Вы их сформулировали так, как формулируют выводы. А, значит, защищаемые положения, вот, значит, хорошо известный нам Сергей Александрович Ахманов, который возразил долгие годы кафедры волновых процессов у нас на факультете, он говорил так. Значит, защищаемые положения, это, значит, текстуально должно звучать так. Значит, Волга впадает в Каспийское море. То есть, должен просто констатироваться какой-то определенный факт, какой-то вот результат. А когда вы там начинаете с того, что там в ходе исследований там было показано и так далее, вот, значит, это уже другой стиль. Повторяю, по существу все правильно, но надо и эти нюансы, вообще говоря, в работе тоже учитывать. А так, я за то, чтобы, вот, считаю, что у нас есть все основания поддержать эту работу, рассматривать ее как положительную, и, значит, выйти с предложением, значит, присудить искомую степень человека, оклад которого мы сейчас заслушаем. Спасибо. Скажу, что замечание выступил до партизанского руководителя Павла Васильевича. У меня небольшой комментарий к комментариям. Я хочу подтвердить эту историю, просто здесь молодежь сидит, и соискатели, я думаю, будут интересны. Один из моих лучших друзей, Михаил Кольченко, он руководит, сегодня уже вот говорили про Корею, он руководит оптическим департаментом представительства фирмы Samsung в России. Так вот, у них сейчас есть такой большой проект, посвященный системам искусственного ведения. Так вот, большая часть проектов и контрактов заключены не с физическими институтами, а с биологическими и физиологическими. Потому что, оказывается, это действительно серьезная проблема, когнитивное восприятие, обработка информации, расстройство и так далее. Ну вот, например, системы трехмерного ведения, они не приживаются по той причине, что человеческому мозгу тяжело обрабатывать эту информацию. И вот, может быть, молодежь, если будет продолжать эти работы, об этом нужно задуматься. Это вопрос гораздо более серьезный, чем технический. Ну, а в целом оцениваю диссертацию. Ну да, это, в общем, оптика, классические задачи оптики. И я думаю, что диссертация достойна. Она представлена в журналах, индексированных журналах. Так что немножко стоит придерживаться. Всё. Если нет желающих выступить, то предоставляется встречание заключительных слов. Несколько слов. Несколько слов. Я не знаю. Были многие люди, которые подзаряжали всё время. И сложные, при сложных обстоятельствах. Я впервые хотел бы благодарить их, кто поддержал всё время. И помогал довести эту работу до конца. Потому что были моменты сложные. И мне было очень трудно сосредоточиться в работе. Трудно было спормировать задачи и выражения. Спасибо большое всем, кто присутствующим. А также не присутствующим, который помог мне довести эту работу. А, конечно, я очень благодарю моему, товарищу руководителю Андрею Николаевичу Кутиеву, что многому мне довел и дал знания, опыты, и дал возможности исследовать данные области. Спасибо. Мы должны избрать чётную комиссию. Но, насколько я понимаю, должно быть не чётное число. Скажите, 3 человека. Я предлагаю Николаю Николаевичу Кудрячеву, Андрея Витальевича, но и сфяну колонию. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Субтитры Семеновичу Субтитры Семеновичу Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые члены ученого Совета, мы должны принять заключение. Вам было разросло на заключение. Нам осталось отредактировать стилистически, что ли, синтаксически. Давай предлагаю его принять открытый голосование. А можно я пару вопросов скажу? Обязательно. Про бем-комбайнеры, бем-комбайнеры. Андрей Николаевич. Да. Я по поводу бем-комбайнеров. В диссертации, как говорится, уже все написано. Естественно, слов не выкинешь. Но в заключении я бы все-таки либо в самом начале определил, что это такое, либо заменил на какое-нибудь уговоримое слово. Потому что в заключении пишут уже диссовет и нехорошо. На самом деле в диссертации как раз этого термина старались избегать, но его почти нет. А в заключении несколько раз присутствует? Да. Мы проверим заключение на аббревиатуре. Затем здесь еще в одном месте раздел на третьей странице. Там, где соискатель имеет 4 опубликованные работы, самостоятельно проводил, реализовал, подготовка проводилась. А потом бах! И сразу почему-то есть некое объяснение, что в работе такой-то, квантовая электроника, автором были выполнены оценки физических ограничений. И точка. Это что означает? Это главный результат? Да. Посмотрите, в замечаниях сказано, как надо излагать материал под эти бумаги. Подсрочные. Да. И там написано, с выходными данными наиболее значимые по нашему мнению данные работы. Мне кажется, что вот здесь, в этом смысле, требуется переход. То есть нужно написать, что если в качестве одного из наиболее значимых результатов следует отметить то-то, то-то, то-то. Иначе здесь без перехода и выглядит как-то... Мы не имеем в виду, когда говорили, что чуть-чуть подэндорфировать нужно. И еще, тоже немножко странно мне показалось, что вот здесь изложено то-то, изложены результаты расчета, бла-бла-бла-бла. А потом идет раскрытое пустое, изученное пустое, проведена модернизация пустое. Это означает, что ничего не раскрыто, ничего не изучено и ничего не проведено. Мы вчера удивлялись, как можно... То есть надо изощренность ума, которая разложит на такие подпункты, вроде бы единое заключение. Надо раскладывать. А иначе получается, что в работе ничего не изучено. Нет, нет, нет. Надо раскладывать. И то же самое дальше. Смотрите, вот идет... Идея базируется. Использовано то-то, установлено то-то, использованно то-то. И то, что пустые места. А означает, что ничего не использовано, ничего не установлено. Ну там методические рекомендации, по данным делам надо писать. Мы не знаем, какие методические рекомендации... Ну я не знаю, с кем это будет. Выключай. Значит, надо изморачиваться. Поскольку это защита первая, она, в общем, будет задавать некий тренд на будущее. И надо очень ответственно отнестись. Потому что в будущем следующие соискатели будут брать вашу бумагу, и на ее основании пойдет уже некая традиция. Да, и в самом конце почему-то не указано, по какой специальности кандидат. Казалось бы, в конце это я немножко повторюсь. У нас шаплан. Ну, по-моему, что не шаплан. Да. Шаплан, как черт-минец. Я дал вам заключение. Во-первых, в компании специальности кандидат. А сейчас вы переходите к лапу. В 16-м году бываешь в Ульпинске. Ну сейчас это не так. Я же здесь не знаю. В стране осталось пять советов. Ну, так, абсолютно. Казань, Воронеж, Троицкий Сан, Дмог. Ну, где там, где-то. Я не знаю. Или они есть только. Нет, здесь Лазар Майфи есть. А вы отстроились? Ну, здесь нет. Пока еще есть. Рохоров в свое время сказал, что есть такое научное направление оптика лазера. И мы, кстати, вписывали именно это направление. Оно шло у нас как бы и по лазерам, и по оптике. Очень универсальное. Хотя, в общем, надо сказать, что слово «оптика» более широкая еще в лазере. Тем не менее, вот надо оперировать к авторитету. Ну, когда в лазерном эфирике понятно, что это было вообще там много специалистов. Так, спасибо. Нас председатель отпускает. Выполнили секунду. Так. Ну, вот надо проголосовать за заключение. Проголосуем. Да. В таком случае еще раз по вас поздравляю. Спасибо спросу. Спасибо за внимание. Продолжение следует...